Мошенничество Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о мошенничестве в сфере интернет Все началось с того, что я заказал товар и по итогу он мне не пришел Я время горевал, горевал, все-таки деньги были заработаны честным трудом Я решил воспользоваться этим же самым способом Подоставляем объявление, пишем описание, торг при осмотре Можете приехать, посмотреть, пощупать, потрогать Ниже рыночной цены, буквально на 15-20%, скажем так, поменьше По справку мы никогда не указываем объявление Нужно человека, скажем так, найти такого, который сам попросит, чтобы ты ему отправил Самое главное, скажем так, вести живой диалог с человеком Выдуманные проблемы какие-то ему рассказать 10-15 раз с ним созвониться, обо всем поговорить и так далее И уже договариваетесь на доставку И вот, самое главное, чтобы они сами предложили деньги Не надо из него выпытывать их Многие сами просто говорят, давай я тебе там закину, ну допустим пятерку И он точно мой останется, ты мне его отправишь Конечно же я возьму эту пятерку, пусть она лежит на карте В этом ничего, скажем так, такого нет Я уже буду другого человека обрабатывать Если они предлагают немного, то просто придумать историю, она у меня есть Знаете, я уже отправлял, но тот человек его не выкупил Мне пришлось лететь в другой регион и отправлять его себе обратно По этой причине я без денег больше не отправляю Чаще всего это 40-50% от цены Основная масса она все-таки понимает, входит в положение Как только деньги приходят, то я все это объявление закрываю и так далее И все, над ними не работаю, хрен с ним, пусть там были еще клиенты, но мне этого не надо И тут же получается, ставим новую снимку и все по новой Самое сложное, это найти уникальные фотографии, видео запуска и так далее Это самое сложное Если это искать по России, то, скорее всего, объявится настоящий владелец И типа такой, что за ерунда И попросят, чтобы это объявление удалили Я все это беру из Украины и из Польши Приходится созваниваться с украинцами и так далее, и чтобы они все это скидывались Те, кто уже не раз нарывался, они сами чекают уже сайт и смотрят, есть там такой в продаже или нет Один, потому что говорю, типа, а как ты так его продаешь, если он на Украине продается? Я говорю, ну вот так вот, беру и продаю, типа, а ко мне, ну без вопроса, что это, человек улетает в ЧС Этим делом я занимаюсь на протяжении 9-10 лет Чинкарты лет 7-8 назад, карты банков, это все продавалось просто в открытую Единственная проблема, оно стало дороже Я даже покупаю ее за 200 рублей На любом автовокзале, в принципе, можно купить их Стоят такие небольшие лавочки Подходишь, говоришь, тебе дают, ты уходишь Все, без лишних вопросов В основном весь поток сим-карт вот этих идет Он идет из Саджикистана, Узбекистана, Киргизии и так далее Но она приносит мне в среднем, ну, от 30 до 50 тысяч Ничего не предвещало беды Время было 7 утра, я спокойно себе встал И ко мне постучались И мне, получается, начали задавать вопросы Типа, а как вы зарабатываете? И такие говорят Ну все, поедемте в отделение Скажем так, вы понимаете, о чем речь идет А я не понимаю, о чем речь идет Я такой думаю, ладно, проехали Положили листок, ручку, ну пиши, у тебя не меньше 10 эпизодов А я такой сижу и думаю, а что писать? Я же не запоминал их, у меня нет ни номеров, ни телефонов, ничего Собственно, и я начал, скажем так, писать Санкт-Петербург, 15, Москва, 10 И вот так просто по городам, я не знал, что писать просто После всего этого мы приехали ко мне домой Произвелся обыск Изъяли ноутбук, сим-карты и так далее Ну, в общем, все изъяли Все в тот же вечер я говорю, типа, ну, возвращай вот этот определенный шум, который ты угнал Я такой, ладно, все, мне товарищи принесли деньги Я их передал, написали расписку о получении средств И я как-то шел в отказ, потому что я на самом деле не знаю, что за преступление было совершено Вот, на самом деле это преступление совершил один из моих знакомых, мой товарищ, соратник На самом деле он просто забыл включить ВПМ Ты совершил? Не ты совершил? Им не важно Им самое главное закрыть это преступление Назначили суд Отделался легко, потому что до этого не привлекался Мне дали только отработку Как она у нас происходит Чтобы получить, скажем так, свое наказание Мне должна была прийти копия материала с уголовного дела По постанову То есть вот это вот Мне до сих пор ничего не пришло Прошло уже там пять с лишним Да, по-моему, пять лет прошло Там пошел в местное отделение полиции и спросил Они мне такие говорят О, да, на самом деле есть Ты в полиции отрабатываешь конкретно там Снег чистишь всякое ерунде, короче, такой занимаешься Либо ты идешь на общественные работы Сразу что общественные работы Я пришел, спросил, типа, а может что-то вам нужно купить Мне сказали, типа, ну да, мы бы хотели лампы заменить Я поехал в магазин, прикупил эти лампы Привез, купил лампы, отдал чек, все Мне выдали бумаги, я отнес их с отделения полиции Бросил, говорю, я все отработал, ты говоришь, что прям совсем все Все до последнего часа, я говорю, да, и все Примерно на три-четыре месяца я приостановил свою деятельность Подумал, типа, да почему бы и нет Точно так же, нашел новую карту, купил сим-карты, подготовил материал И начал выкладывать объявления В целом, ну, скажем так, с двух-трех объявлений Ну, заработано в районе, ну, 150-160 тысяч На это все ушло, ну, не больше четырех дней Меня иногда поражает, скажем так, глупость людей Был у меня один, скажем так, такой клиент Он купил у меня, только у меня, три раза И мой товарищ, скажем так, кинул еще его два раза Появились такие телеграм-боты Заходишь в этот бот, копируешь полностью объявление Он тебе генерирует ссылку либо Там высвечивается то, что получение средств Ну, допустим, то, что я вот перевел Человек вводит, ну, данные своей карты, разумеется У него приходит код о том, что у него снимаются деньги Он не получает, они снимаются Ты кидаешь ему стрим о том, что техподдержка работает, ну, якобы, в таком ключе У вас сначала деньги замораживаются со счета А потом вместе с суммой, с такой же, они возвращаются Он это оплачивает И ты потом ему говоришь, типа, ой, извините Типа, блин, я там неправильно сделал Адрес свой указал Типа, давайте сделаем возврат средств Делаешь в боте, опять же, ссылку на возврат средств Скидываешь У человека снова 300 раз списываются И так можно делать по 3-4 раза без разницы Такая, у человека есть деньги на карте Мне позвонил товарищ и говорит, типа, тут какая-то ерунда Ты не мог бы подсказать, потому что, ну, ты занимаешься, ты знаешь, как это работает Он пришел и показывает мне поддельную ссылку, якобы, ему уже отправляли Говорю, не вздумай это же делать Говорю, это же поддельный сайт Говорит, а как так? Там же трек-номер, все есть Я ему минут 10-15 пытался задолбить то, что это фейковая ссылка Показал ему, сделал такую же Он все равно мне не верил Ему казалось, что он на самом деле отправляет Телеграм-боты Их очень много Их огромное количество В среднем в боте от 1000 до 3000 человек И примерно 50-70% этих людей, они работают В общем, огромное количество сервисов сейчас просто подделывается Вплоть до недвижимости, до аренды квартир и так далее Просто деньги, они попадают на карты ботов 15-20% эта команда удерживает в себе И потом в вечерочком денежки тебе переходят в биткоины Ты биткоины себе вводишь И идешь счастливый и довольный Не знаю, тратить их, еще что-нибудь делать Подавались объявления на всяких, знаете, барахолки Микрозайм 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 от частного лица Под минимальнейший процент Вот я просил там Паспорт Карту И самая главная задача Было Сделать так, чтобы они прислали На задней стороне карты Есть подпись Я решил этим воспользоваться Говорю типа Вот Распишитесь в листочке И чтобы на карте эта подпись впадала И многие не закрывали Они прислали фотку именно подписи Якобы мне нужно было увидеть подпись На самом деле я смотрел цифры Я заводил деньги в Покерстарс Проигрывал их, скажем так, с левой аккаунта На свой основной аккаунт И со своего основного аккаунта я уже снимал их чистыми Вот Нашел нового бота И там продаются разные аккаунты Продаются вместе с токеном С помощью токена можно зайти на аккаунт Не засветившись Вот И заходим во вложение Ищем интимные инстагратики этого человека Начинаем шантажировать Также можно Если углубиться В принципе Можно Пойти в переписку И прочекать всю переписку Просмотреть ее Найти там какую-то определенную измену Тот же самый шантаж Но сумма, разумеется, увеличивается Можно применять на карты Своего банка, допустим, определенного Не на свою карту, разумеется Это все тоже покупается Продается И полный пакет документов Который точно будет работать с гарантией Допустим, год Он стоит 200 тысяч рублей Есть еще Получается Такое же направление, как Телефонные отношения и так далее Именно Которые обзванивают пенсионеров и так далее Вот к этим людям я отношусь крайне негативно Они для меня зло злое Я таких людей не уважаю Либо тяжело больных детей И вот это вот под них подстраиваются Подменой реквизитов занимаются И так далее Таким людям Ну, не место в обществе, скажем так Многие могут назвать меня мрази и так далее То, что я такой плохой Я все это делаю Я уж такой Я чувствую себя очень хорошо в этом плане Если есть какие-то внутренние переживания То это только за свою безопасность Все Не более того К тебе могут снова прийти Но вероятность этого, конечно, мала За счет того, что Не зря мы проговорили про ботов и так далее И именно про количество человек Там в день Совершается Ну, примерно 60, 70, 80 Скажем так Ну, актов И сколько этих ботов Какой объем заявлений идет в полицию Они просто При всем желании Они не успеют это все развести Они больше потратят на расследование Вот в чем дело И время, и деньги, и так далее И вот этих сколько актов Совершается Это тысячи в день В тысячи, десятки тысяч таких-то В ботах, чтобы вы понимали Там вплоть от 14 лет Люди работают 14 лет И он уже это делает Они увидели легкие деньги Они поддались И они гонят их себе на карту Чтоб быстрее их получить Детство, скажем так, было не прям веселое Ничего сверх крутого не было Все было, знаете, в таких рамках Все всегда было ограничено Какая-то тяга Мания к деньгам Вот она сложилась Ключевым, скажем так, моментом Переломным Именно было то, что я отправил деньги И я не получил товар Хотя я копил на этот товар В общем дело Я зарабатывал, я копил Тогда-то я понял то, что Да Это именно тот способ Которым я хочу зарабатывать Был период, когда я остановился У меня хорошая работа Я хорошо зарабатываю То есть все по-честному Все по-делому И так далее Но в глубине души Она все равно затянула обратно Без вот этих экстремальных чувств Я уже себя не чувствую Как человека Это хуже наркотиков Никогда не вмешивайтесь И не власти в этот грязный бизнес Я решил принять участие в данной программе В этом проекте Чтобы осветить ситуацию Как все на самом деле У нас обстоит Ситуация страшная Даже более чем страшная На этом проекте Ситуация Ситуация